АПЛОДИСМЕНТЫ Размер одежды, совершенно верно. В один день так совпало. Эмма выходила замуж. И Сидора, к сожалению, неожиданно попала с аппендицитом в больницу. Хозяйка Элеонора отлучила салон красоты на окраску волос. И попросила своего мужа, Тофика Пофиковича, немного побыть за прилавком, если что-то непонятно, предлагать клиенту кофе и ждать, когда она вернется с салона. А тот строитель, понимаете, у него своя бригада. Он русский язык, в общем-то, знает, но не силен в тонкостях торгового лексикона. И вот, в магазин заходит покупательница. Давайте вспомним еще раз. Эмка, то есть Эмма, у нас где? Замуж выходит. Умница, вы все помните. Эска и Сидора. В больнице с аппендицитом. Элька, Элеонора, хозяйка, красит волосы в салоне. А в магазине только кто? Тофик Пофикович. Значит, покупательница рассматривает в подарок мужу рубашку определенного фасона. Но размер великоват, а у него средний. Дальше буду рассказывать в лицах. Скажите, пожалуйста, Эмка есть? Эмка? А, конечно, Эмка есть. Только сейчас она нет. А когда будет? Один бог знает, когда свадьба кончится. Только как жених станет, эта муж, Эмка опять здесь будет. Может, три дня, может, один неделя. Я не могу понять, ее что, жених взял поносить? Конечно. Жених будет немножко поносить. Только на свадьбу. Дома уже носить не будет. Тяжело. У вас что здесь, какой-то секонд-хенд? Уважаемый, я этот русский слово не знаю. Давайте, Люся, я вам кофу угошу. Давайте сначала мой вопрос решим. Эмки нет, может, есть эска? Эска? Конечно, эска есть. Она будет когда-то позже. Тоже через неделю и три дня? Может, больше. Зависит это, как хорошо зашьют. Она что, с дыркой? Конечно. У эска это забиль, как называется. Ненужный, надо отрезать. И обратно зашивать. Какой-то брак, что ли? Нет, это у Эмка брак. Эска брак не бель, никто не берет. Один раз Гурген питался, сразу назад вернули. Сказали, не подходит. Странно, это же такая современная модель. Уважаемый, не смешить эска модель. Сзаду, если смотреть, на контрабас похожий. Вы что-то путаете в размерах. Вы, наверное, недавно в магазине работаете. Честно, я тут вообще не работаю. Я здесь ажина подзаменяю. А я свой бизнес имею. Такой же, только другой. Что, кройка и шитье? Да, только правильно, стройка и рытье. Давайте я лющи вас кофе налю. Давайте подберем то, что мне нужно. Нет ни Эмки, ни Эски. Ну, а Элька-то есть? Элька. Элька. Элька тем более есть. Через час будет. Надо же, через час. А цвет будет такой же? Зачем? Цвет поменяется. Как поменяется? Покрасится, да? Раньше Элька цвет имела темно-сери-блендинь. А сейчас будет светло-рыжий шайтан. Это что за колор? Не колор, а лорка. Лорка ее красит. Зачем же хорошую вещь перекрашивать? Как по-русски. Чтобы шерсть били, как новий. Слушайте, зачем вам вообще Элька? Как зачем? Мужу хотела подарить. Чей мужу? Моему мужу на день рождения. Э, ведь что такое, говорите? Элька мне сам нужен. Ну, так бы и сказали, что вы ее для себя отложили. Конечно, отложили еще до свадьбы. Ладно, бог с ней. Есть у вас хорошая майка? Майка? Майка есть. Очень хорошая майка. Только она не здесь. А где? В туалете. Пол убирайся. Вы что, в туалете майкой полы моете? Нет, швабрам. А майка за него держи сам. Раньше у нас М-ка пол миля. А сейчас замуж идет. За эту вам и майку взяли. Тут я попрошу представить лицо этой несчастной покупательницы. Эти выпученные глаза и открытый рот. А, так это что, майка, элька, эмка, женщины, что ли? А что, рубашка, что ли? Так мне как раз рубашка и нужна, желательно размера М. И хочу спросить вас русским языком. Есть ли у вас нужная мне сорочка? Так бы сразу и спросили. Сорочка у нас точно нет и не будет. Почему? Потому что сорочка еще прошлый год в Израиль уехала. Да, тяжелый случай. Не везет сегодня моему мужу. Может мне для себя что-нибудь присмотреть. Есть у вас стильный топик? А вы разве не видите? Только правильно не топик, а тофик. Я самый стильный наш город. Я все хлющие стилю ламинат. Женщин, подождите, кофе готово. Женщин, подождите, кофе готово.